Всем привет, с вами Игорь. Сегодня я разберу ситуацию, в которой часто нам приходится слышать такие слова, что «А посижу я немного, останется год и подам ходатайство, потому что у нас не освобождают, если больше года». Всем мы говорим, что это неправильно и так делать не стоит. Если у вас данные в вашем поведении положительные, то как только подошел срок, надо подавать ходатайство и обжаловать отказ. И делать это грамотно. Только при грамотном подходе, опытном, может получиться результат. Тем не менее, человек все-таки подождал год, подал ходатайство. Ему отказали. Ходатайство было о замене новой части более мягким видом наказания. Ну, потом он уже и пришел к нам с этим, так как послушал и получил то, что мы ему говорили в итоге. Из отрицательных средств у него было всего две воспитательные беседы. В целом он определенный период работал. Половинная часть срока он лежал в медчасти, больной был. Иск был небольшой, там 30 тысяч он его полностью погасил. Суд ему все равно отказал. Были поощрения также. Одно или два. Администрация ходатайства поддержала. Ну, при апелляционном жаловании он подготовил жалобу и отменили постановление. И человека сводили прямо в суде апелляционной инстанции. Но освободили его. У него остаток срока оставался на момент разбирательства, пока суды. И с года у него осталось пять месяцев. Это то, о чем я говорю. Если вы будете ждать, когда у вас подойдет, например, какой-то определенный срок, и в итоге результаты можете все равно не получить. Вы же видите, что происходит. Кого освобождает, кого нет. Анализируйте это грамотно. Подходите к этому вопросу. И будет вам счастье. Всем удачи в делах. С вами был Игорь. Решение смотрите в карусели, либо в конце видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok